огромная благодарность всем кто поддерживает выход нарезок на бусте все здорово здравствуйте привет вальдерхон здравствуйте так сегодня у нас ничего интересного не будет алкострима не будет не у меня здоровья нет столько пить могу помочь оформить тиньков платин по моей реферальной ссылке я от него отказался он не нужен его закрыл как только они свифт перевода отключили мне нужен тиньку платину я от него отказался я закрыл карту закрыл счета все закрыл подписку и утилизировал эти карты короче спасибо камовский фан-клаб все ребят я завожу бусти туда будет эксклюзивный контент делать все прям сейчас заводим бусти можете подписываться будет 1000 рублей подписка бусти давайте сколько она еще будет продаваться вот вашего ваше предположение знаете чё на нее приезжают смотреть подборщики а у нее крученный щиток они думают что пробег скручивали а это никто пробег не скручивал вы помните что щиток на ней менял я же ставил красный отвесный кросс помните у нее щиток крученный у нее кручена панель торпеда потому что музыку прокладывал помните я всю панель крутил я же там провода пробрасывал акустику пробрасывал колокола пробрасывал то есть у нее вся панель кручена у нее руль крученый у нее кручены все стойки вот эти боковые короче стойки которые идут где ремни короче я здесь весь панель в салон разбомбил помните же все снимал вот эту центральную консоль снимал. Подборщики приезжают и думают, что машина в ДТП в комнате была лютым. А, карты дверные я крутил, ручки все крутил, короче. Почему? Потому что музыка стояла. Салон, ой, багажник я разбирал, крутил все. Еще бампера кручены, крепление бамперов, крепление морда, крепление решетки, крепление фар кручено. А почему? Потому что я диодные лампы вставлял, я фары крутил, короче, чтобы засунуть лампы туда. Точно, там же еще морда крученая у нее и жопа крученая. Потому что я бампера помните, XMUG ставил. Ну, обвесы. А у нее кручено все было. Короче, резину украли, прикиньте, и на говно какое-то ее поставили. Я же новую Nokia купил за 25 тысяч туда. Она же на новой зиме вообще стояла. Это цена только в кредит и только по трейдину. То есть реальная цена этой машины, когда вы приедете в АЦ высота, будет где-то 850-900. Они именно из-за этого так продают ее. Понимаете, в чем прикол? Вот такая вот история с Vesta. Очень жаль. Но я говорю, они просто скамят. Вот она написана, видите? Никто вам не даст ее за 600. Ой, за 590. Никто ее не продаст вам за 590. То есть вам 800-900 за нее объявят, когда по факту за наличное, если вы захотите ее купить. Если вы не сдадите им в трейдинг что-то свое, либо если вы не возьмете кредит кабальный какой-нибудь. Так всегда насчет условий. Ее бы давно забрали за 590. Я вам клянусь. Даже вот смотрите. Капиталка этого мотора стоит 120 тысяч рублей где-то. Если делать дешево, за 50 можно. Я даже нашел людей, кто за 50 его перебрал бы. Не полностью. То есть там у меня вкладыши стучали. Очевидно это вкладыши были. И колено стучало. То есть колено, вкладыши поменять. Бошку не трогать. Бошку просто зашлифануть, если она чуть-чуть кривая. Колено, вкладыши, кольца новые на поршне. Посмотреть что со стенками, если задиров нет. 50 тысяч рублей под ключ. Вся работа с запчастями была бы. 50-60 тысяч. А что вот это за игра вы меня просите? Long drive. Так, я хочу это скушать. О, эй, я что срать что хочу теперь? А как покакать? А как какать? Пацаны, а где туалет здесь у меня? Сельский что ли? А, вон. Ух ты. Золото нашел здесь. Срать на букву B? Ой, хорошо. Ой, б***ь. Колбаски для жарки сделал. Колбаски для жарки. Мираторг. Вот так же они выглядят. Я ел недавно. Э. В смысле? Не понял. Да что за... Я даже не выехал никуда. А в чем смысл этой игры, пацаны? Да типа симулятор езды на шестерке Бобриуса. Тут другое дело. Все, погнали, парни. Меня ждут. Я сейчас из Еката гоню новую Бэху. М3 Бэховая. М2 Бэховая. П К Hasika. М2 Бм4 Буз1. М2, Бэховая. М3 Кан и Хан Иг. М3 Бзэй. М4 Байховая. М3 Бь Corinca. М3 Бэховая. М3 Банб4 М3 Бм4 Бм4 Compan. Он черепных фар не видал Куда-то мы едем, очень далеко И мне вообще все красиво Сказали, капс нажать и что-то с колесиком мышкой сделать Тогда ты проорешь Э, в смысле? Не понял Бензин кончился Хуя слиток золота, бля Видите, среди кала можно иногда найти что-то поистине интересное Поэтому не осуждайте людей, которые просто копаются в кале Как мне ее вытащить оттуда? Это же моя девочка Она будет скрашивать со мной путешествие мое Как мне ее вытянуть оттуда? Давай, 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 давай Ах ты ж, блин Золото, девчонка Это что такое? Нефть? Нефть сюда можно заливать? Это масло? А, ну ладно Вкусненькое Да и у нас бензин с маслом работает Дизели вообще на масле ездят Думаю, ни для кого не секрет Бля, это кто валяется? А, это кролик, неху... Глад валакас Ебать, деда ты здоровый стал, блин У меня кролик важнее Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Бля, унитаз я однозначно с собой забираю. Блядь! Слушай, а прикольная игра. Я что-то только сейчас начал вникать. Но мы уже 60 разогнались. Это, мне кажется, очень хорошо. Хороший результат. Дым по-прежнему синий. Я думал, двойка порезвее, так скажем. На нефти будет нормальный ездить. Что, я что, нефть залил? Правильно, сначала масло, потом нефть. Не, серьёзно, я чисто по Воркуте езжу. Один в один в Воркуте. НЛО! Вы это видели? Там НЛО было. Я не знал, что в Казахстане. Не, я знал, что космодром в Казахстане есть. Но я не знал, что там летающие тарелки на самом деле летают. Капец вообще. Вы видели? Там чисто летающая тарелка была. Я тупо покакал, покричал. На Волге я тарелчал. Мы катались по шоссе с тобой вдвоём. Нам так было хорошо. А потом я сел на корточке и насрал на капот. Ёбану, вот куда мы едем на масле. На масле мы едем. Шкварня пришкварчали. Ни одной нет заправки. Мы едем, отдыхаем. Но пиво не распиваем. Мы это не одобряем. Это кардан скрипел. Пять пошло. Жди, НЛО, там бен смогут дропнуть в масло. А чё, они прям дарят масло? И вот бы в реальной жизни был НЛО, которое подарит мне масло. Я бы сказал большое спасибо, братья. Как ты видишь будущее Ютуба и российского интернета в ближайшие два года? Я не думаю, что чё-то кардинально поменяется. Просто больше станет людей, кто новости делает. Вон, видите, все начали новости делать. Даже Хованский начал новости делать. Вам не кажется, что мне на Мэдди Мурк пора тоже эти компьютерные новости делать? Ну как просто читать статьи, так скажем, современные, новостные, что в мире в этом происходит и как-то их комментируют. Всё. Сейчас все перешли на формат новостей. И это удручает. Типа, заходишь на канал какому-нибудь человеку, а он новости ёбаные выпускает. Как будто мне, блядь, новостей в машине по радио не хватает и прочее. Везде новости. Из каждой бочки вообще, в каждой бочке затычка, любой человек, все новости. Аналитика. Сложная аналитика. Политическая аналитика. Все стали аналитиками, аналитиками домашними. Аналитиками, как поговаривал мой друг, кстати, Олег из Ростова. Ностальжи пока. Видите, он был прав. Он ещё тогда предсказал эру домашних аналитиков. Вот сейчас всё это происходит именно то, что он говорил три года назад. Он говорил, ему никто не верил. Я вообще не понимаю, почему такое отношение предвзятое к Олегу. То есть человек нормальный контент делает и столько лет назад ещё сказал про это. Ну, теперь каждый стал таким. Ты подал в аварии? Да, недавно въебался в этот. Митсубиси, как он, Паджеро, короче, я въебался. Выезжался второстепенно и уебал его. Только смешно, что я ему ударил в этот брызговик резиновый. У него ни следа не осталось. У меня на бампере ссадина здоровая. Ну, там без ментов, без всего, без денег. У него ничего, по сути, никаких повреждений. Ему по резиновому брызговику провело моим бампером. Бля, какая у меня чистая... О, какая у меня чистая тачка стала. Ни хрена себе. Зато он лоурайдер русский. Смотрите. Ни фига себе. Хэнс, ну не снилось такое. Посмотрите, что он умеет. Кролик. Бля. Кролика убил еще одного. Эх, вот в реале бы такой грузовичок. Кролик имеет, блин, да. Я опять засагал грузовик, брат. Давайте. Был рад вас видеть. Всем всего самого лучшего. Всем пока. Спасибо, что досмотрел до конца. И если хочешь отблагодарить меня за нарезку, то подпишись на мой второй канал. Ссылка в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok